Лукашенко продолжает сдавать шаг за шагом свою территорию и свой суверенитет. По большому счету российские войска там находились все время с 24 февраля. По большому счету то, что произошло с полной передачей аэродрома россиянам, это просто формальный шаг на сегодняшний момент. Там в России они и так находились, там они были и так полноправными собственниками, де-факто точнее, собственниками этого аэродрома. Если говорить непосредственно о Лукашенко, о его последних заявлениях, то здесь мы должны понимать, что в воскресенье, это его знаменитое заявление, которое он сделал 4 дня назад, где он сказал, что у нас в России одна армия, один мозг, ну и так дальше. На самом деле оно очень важно для нас, потому что таким испуганным лично я Лукашенко не видел никогда. Что-то подобное я видел только после возвращения Януковича из Сочи в 2013 году. То есть судя по всему что-то произошло на переговорах с Путиным, судя по всему он что-то пообещал Путину, но опять-таки мы все понимаем, что в последние 15 лет что-то обещают Путину и пока никогда не исполнял свои обещания.